Это Mercedes-AMG CLA45, и на бумаге он идеальный. Он обладает мощностью 355 лошадиных сил, у него полный привод, у него молниеносно-быстрая автоматическая трансмиссия с двойным сцеплением, и он небольшой, не распухший. Мне нравятся проворные маленькие люксовые машины, как эта. Фактически, я сказал, что Audi RS3 это самая лучшая новая модель Audi, а это один из ближайших конкурентов CLA45. К сожалению, я не могу сказать то же про CLA45, и сегодня я объясню вам, почему. Для начала, я арендовал эту машину, используя Turo. Это такой сервис, который позволяет вам арендовать крутые и интересные машины других людей вместо обычных скучных аэропортовых прокатных машин. Вы можете зарегистрироваться в Turo по ссылке в описании снизу, и вы получите скидку 25 долларов на ваш первый прокат в Turo. Я арендовал этот AMG CLA45 тут, в Денвере. Я приехал домой на праздники, чтобы навестить семью. Я решил арендовать эту машину, потому что, когда впервые вышел CLA45 в 2014, мне выпала возможность поводить более раннюю его версию, и он мне очень понравился. Это был немецкий люксовый седан, просто идеального размера, которому также случилось быть прикольной спортивной машиной. Он напомнил мне немецкую версию Mitsubishi Lancer Evolution. Они взяли свою машину базового уровня CLA и добавили полный привод и очень быструю трансмиссию, и гораздо более мощный четырехцилиндровый двигатель мощностью 355 лошадиных сил. И он не такой уж и дорогой. Цены на CLA45 начинаются где-то от 55 тысяч долларов в сравнении с где-то 56 тысяч долларов за Audi RS3 и ближе к 60 тысячам долларов за BMW M2. И что более важно, поддержанные модели CLA45 становятся уже очень дешевыми, и многие экземпляры легко доступны дешевле 30 тысяч долларов. К сожалению, проведя неделю CLA45, я изменил свое мнение, и сегодня я объясню почему. Сначала я проведу для вас подробный обзор этой машины и покажу вам все ее фишки и особенности, или лучше сказать ее особенность. Затем я выкачу ее на дорогу и буду водить, а затем оценю ее по шкале Дага. И если вас интересуют российские ценники на такой Мерседес, то советую кликнуть по ссылке из описания, которая приведет вас на автору. Там есть достаточно широкий выбор из предложений по продаже таких. Я начну обсуждение фишек и особенностей CLA45, поговорив о некоторых функциях, которые в этой машине отсутствуют. Ладно, когда я приехал забрать ее в первый раз, я подошел к дверной ручке, потянул за нее, и она не открылась. В этой машине нет Keyless Go, это такая система, с которой, когда у вас ключ в кармане, вы просто подходите к машине, и дверь автоматически отпирается. А в этой машине вам надо непосредственно нажать кнопку, отпереть на брелоке и затем ставить ключ в зажигание. Вы не просто нажимаете кнопку, чтобы ее довести. Я подумал, ну ладно, ну это нормально, это дорогая опция на некоторых моделях Мерседес Бэнс, хоть это и верхний в линейке CLA, версия АМГ. Если у него нет Keyless Go, то я переживу. Но потом стало хуже, зацените. В этой машине нет автоматического климат-контроля. В ней просто обычная система климат-контроля, где вы переключаете с подогрева на охлаждение и изменяете скорость вентилятора, чтобы отрегулировать сколько холодного или теплого воздуха вы хотите. Вы не можете просто установить его на температуру и дать машине выполнять свою работу, что шокирующе для такой дорогой машины. Возможно, что более важно, в ней нет двухзонного климат-контроля. Это значит, что у водителей и пассажира есть свои собственные различные зоны. Вы получите только одну зону климат-контроля в этой машине. Опять-таки, не так уж и безумно, но немного удивительно для такого дорогого автомобиля. Но становится еще хуже. Когда я смотрел салон, я осознал, в этой машине нет люка. За более чем 50 тысяч долларов вы не получите люкс, а и люксовой машине АМГ Мерседес. Далее. Пока я ее исследовал, другая вещь, которую я обнаружил, что в этой машине нет подогрева сидений. Тут, в Колорадо, практически каждая люксовая машина заказывается с опцией подогрева сидений, но не эта. Она настолько базовая, насколько возможно, хоть это и верхняя в линейке версия ЦЛА. Но потом пошли вещи и похуже. Я зашел в мультимедийную систему и обнаружил, что в этой машине нет навигации. В мире, когда у вас есть навигация в телефонах в бесплатном приложении, вам все равно приходится за нее доплатить сверху, даже если вы приобретаете самый лучший ЦЛА. И что еще хуже, в этой машине нет камер заднего вида. Я признаю, эта машина модель 2016 года, поэтому ей уже пару лет, но в 2017 Мерседес освежили ЦЛА и добавили пару новых функций, но ни одной из тех, на которые я только что пожаловался. За исключением камеры заднего вида, которые им пришлось добавить, потому что она была требуемой федеральным правительством функции безопасности. В Фонде Серви, которые стоят половину от того, что стоит вот эта, камера заднего вида есть уже многие годы. Но Мерседес заставляли вас за нее доплачивать, пока государство не сделало ее обязательной. Вот так вас разводят немецкие люксовые машины. Я просто шокирован тем, как мало в этой машине люксовых функций. Если бы я был внутри Lancer Evolution, я бы слова не сказал об этих вещах. Это бы даже не стоило упоминания, что в нем нет киллосго или подогрева сидений, но когда вы платите больше 50 тысяч за Мерседес и добираетесь до АМГ-версии, то, по крайней мере, должны получить камеру заднего вида, и вы не должны ждать, пока федеральное правительство потребует это сделать. Но будет еще хуже. Какие функции есть в этой машине? Как насчет того, что у нее есть подсвеченная эмблема Мерседес-Бенц на решетке, и когда вы открываете дверь, там есть маленькая световая эмблема Мерседес-Бенц, которая светит из двери и проецируется на землю. Так что владелец этой машины решил, что в ней должна быть светящаяся эмблема Мерседес, чтобы доказать всем, что это люксовая машина. Но он не хотел тратиться на камеру заднего вида или люк, или двухзонный климат-контроль. Это, наверное, одна из самых удручающих оснащенных опциями машин, в которой я был внутри за всю свою жизнь. В ней есть все эти «посмотрите на меня, я крутой» опции, и никаких настоящих люксовых функций, чтобы это подтвердить. И проблема в том, что когда вы потратите больше 50 тысяч, и Мерседес не включат ни одну из этих вещей по стандарту, вам придется все это добавлять обратно в виде опции. И когда вы это сделаете, у вас получится дороже, чем базовая Audi RS3, в которой есть многие эти функции, и у которой есть еще дополнительные 45 лошадей в сравнении с этой машиной. Опять-таки, этой машине уже пару лет, но обновление так и не решило эти проблемы с недостатком наполнения в ЦЛА-45. И помимо просто наполнения этой машины функциями и опциями, есть некоторые недостатки в интерьере этого автомобиля. Например, посмотрите на эту область вокруг рычага переключения передач. Во многих моделях Мерседеса МГ она очень красива, а в этой машине это просто очень дешевый пластик, который вы обнаружите в Honda Civic. Тоже относится и к следующей части центральной консоли, рядом с держателями стаканов. Это выглядит как какой-то сделанный под кожу винил. Но это не он, опять-таки, это просто очень дешевый пластик. Мне также нравится джойстик управления регулировки сидений. Спасибо Mercedes-Benz, что добавили электрорегулировку в эту машину. Но посмотрите на муляж кнопки регулировки подголовника. Она просто напоминает вам, что в некоторых моделях есть регулировка подголовника, но не в этой. Вместо ничего вы получите пустую кнопку, которая имеет форму кнопки, которой у вас нет. Но, возможно, мой любимый пример того, как Mercedes-Benz даже не старались в этой машине, возвращаемся к климат-контролю. Смотрите на климат-контроле и видите, что на кнопке для включения рециркуляции воздуха в этой машине изображена картинка не машины, а скорее минивена. И это, наверное, самая жалкая вещь, что я видел. Эти климат-контроли такие дешевые и такие простые, что Mercedes посчитали, что большинство людей даже не будет их ставить в свои машины. Так что они задумали их для использования в коммерческих минивенах. Это просто нелепо. Но все же, Mercedes-Benz, конечно же, пользуются каждой возможностью напомнить вам, что вы выбрали модель AMG. Здесь повсюду есть логотипы AMG в разных местах. Я назову два особо любопытных. Начну с дверных замков. У меня есть E63 AMG, у меня там обычные дверные замки. В этой тачке такие дверные замки в виде аксессуара AMG. Я бы очень расстроился, узнав, что владелец машины заплатил сверху за эти дверные замки, но не добрал до камеры заднего вида. Но боюсь, что именно так и могло произойти. Другая интересная вещь как раз эти лампы для луж, которые светят из двери. На самом деле они работают довольно любопытно. Во многих машинах они светят из зеркала или из-под машины, но в этом автомобиле они встроены в маленький красный фонарь, который загорается, когда вы открываете дверь. И поэтому вы можете просто поставить туда свою руку и поймать логотип, который появляется на земле. Что довольно круто, вы можете спроецировать логотип на свою руку. Это то, с чем я бы игрался довольно часто, если бы у меня был этот автомобиль. Но помню обо всей этой критике, тут есть и несколько вещей, которые мне все-таки нравятся в интерьере этой машины. Начиная с сидений. В этой машине такие хорошие оплатывающие спортивные сидения с алькантарой в центре. Они хорошо выглядят, они удобные, и они мне очень нравятся. Мне также нравятся все эти красные акценты строчкой по всей машине. Я думаю, ее могло бы быть немного больше, но тут нет строчки на торпедо. Но тут есть красивая строчка на дверных панелях, на сидениях, на центральной консоли. И в этой машине есть такие крутые красные спортивные ремни безопасности. Это приятный маленький штрих, который мне нравится. Другие вещи, которые мне нравятся в этой машине, хоть верхняя часть торпеды и дешевая, и отделана строчкой, мне все-таки нравится нижняя часть в виде такой красивой серебряной панели, которая идет вдоль, и мне нравятся эти круглые вентоотверстия, они выглядят гораздо более высококлассно, чем то, что из себя представляет эта машина. Мне также нравится, что в этой машине есть ассистент парковки, хоть в ней нет камеры заднего вида, в ней есть эта довольно странная функция ассистента парковки, Мерседес, это такая черная панель, установленная на торпедо и на крыше, и когда вы приближаетесь к чему-то, загораются маленькие лампочки на этой панели, сообщающие вам, насколько вы близко, это немного упрощало парковку, хотя, честно говоря, камера заднего вида помогла бы намного больше. Другая вещь, которая мне нравится, это размер салона этой машины, я метр девяносто пять, и я упоминаю это, потому что многие высокие люди мне всегда пишут и спрашивают, эй, какого ты роста, помещусь ли я в этой тачке, и я рад сказать, что высокие люди поместятся в этой машине очень легко, габариты салона не избыточные, но скорее просто правильные, так что если вам нужна такая проворная, маленькая, удобная в городе заряженная люксовая машина, в которую вы все равно сможете поместиться, то это хороший пример такой. Также мне нравится рулевое колесо в этой машине, оно выглядит как очень хорошее рулевое колесо АМГ, и фактически это тот же самый руль, что и в моем Е63 АМГ, который новый стоит вдвое дороже того, сколько стоило вот это. Хорошее рулевое колесо, приятное на ощупь, и выглядит здорово, когда вы на него смотрите. Далее мы перемещаемся под капот, и вы можете заценить двигатель этой машины, это двухлитровый турбированный четырехцилиндровый двигатель, как я и сказал ранее, 355 лошадиных сил, он также обладает крутящим моментом около 457 ньютон-метров, это на самом деле довольно хорошие показатели для машины такого размера, и надо отдать должное Mercedes-Benz. Мне очень нравится то, чего они смогли добиться от этой силовой установки, эта тачка разгоняется с летосотники за 4,6 секунды, что правда заставляет ее казаться таким немецким Эво. Другая интересная вещь о двигателе тот факт, что хоть это как бы и малыш АМГ, у него все равно есть эта маленькая плашка на крышке двигателя, сообщающая вам, кто именно собрал этот двигатель в Mercedes-AMG. Далее перемещаемся к затку CLA45, пара интересных вещей, о которых я хочу поговорить в экстерьере, начиная со стайлинга экстерьера. У CLA всегда будет такое клеймо модели начального уровня, по крайней мере, когда здесь у нас в Северной Америке не появится А-класс. Но я думаю, Mercedes проделали довольно хорошую работу, создавая дизайн этой машины, и это тяжело, создать дизайн версии начального уровня, чтобы она не выглядела дешевой, хреновой и голой. Но у Mercedes это получилось, он действительно выглядит как малыш Mercedes, и я думаю, он хорошо вписывается в их линейку. Они проделали хорошую работу, создавая дизайн этой машины. Экстерьер самого CLA45 относительно непримечательный в сравнении со стандартным CLA, хотя мне все-таки нравится, что хоть это и малыш АМГ, у него есть четырехствольный выхлоп, какой вы бы и ожидали, купив модель АМГ 63. Это приятный маленький штрих, чтобы заставить вас чувствовать себя особенным. Другая интересная вещь в экстерьере этой машины это поворотники на зеркалах. В нескольких моделях Mercedes они сделаны очень странно, многие автокомпании просто делают маленький овал или квадратик в зеркале для поворотника, но Mercedes делают такую странную штуку в виде двух пальцев для поворотника в зеркал. Я не совсем понимаю зачем, уж не знаю, хотят ли они, чтобы они круче выглядели или интереснее, чем обычные поворотники в зеркалах, но вот я говорю об этом, так что полагаю, у них это получилось. Далее мы переходим к багажнику CLA-45, в котором есть пара интересных вещей. Первое это экстренное открытие багажника изнутри. По закону оно должно быть во всех машинах, так что если вы пытаетесь кого-то похитить, они смогли бы высвободиться из багажника. И в большинстве машин это просто маленькая пластиковая рукоятка, за которую вы тянете, чтобы открыть багажник, но в этой машине это такой маленький зеленый кружочек, в котором есть пульсирующий фонарь. Каждую секунду или две, я сообщаю вам, что если вас похитит кто-то в CLA-45, то вы сможете выбраться из багажника. Другая вещь, стоящая упоминание в багажнике этой машины, что он оказывается довольно большой. Опять-таки это модель Mercedes-Benz начального уровня в Северной Америке, по крайней мере пока. И все же они проделали довольно хорошую работу. Багажник в этой машине хороший и большой и удобный, вы можете сюда много закинуть, и честно говоря, это довольно впечатляюще. Компоновка этой машины должно быть очень хорошая, что они смогли вместить большое пространство в салоне спереди и много пространства в багажнике в машине такого размера. И по крайней мере, это по большей части хорошая компоновка. Видите ли, у вас маленькая машина с большим пространством в салоне спереди и большим багажником, и вам нужно взять место где-то. И где взять место в этой машине, как не с задних сидений? И я сижу тут сзади со сдвинутым практически полностью передним сиденьем, и мне едва хватает места для моих коленей, и с местом для головы в этой машине еще хуже, потому что в Mercedes-Benz называют это седан-купе. Они скосили линию крыши, так что моя голова упирается в потолок, когда я сижу сзади этой машины. Тут сзади, правда, не особо комфортно находиться. Фактически, я думаю, на задних сидениях в этой машине меньше места, чем сзади в Audi RS3. Другой недостаток задних сидений, то, что, прямо как и переднее сидение, задняя часть машины шокирующая голая. Зацените, в этой машине нет даже маленьких карманов для вещей на спинке переднего сидения, которые есть практически в каждой машине, что я видел, и даже в очень дешевых. В машине также нет заднего климат-контроля, что неудивительно, но в ней даже нет задних винтоотверстий, так что люди, сидящие тут сзади, остаются на милость людям спереди и того, что они захотят сделать с климат-контролем. Другая удивительная вещь, которой нет на задних сидениях этой машины, в ней даже нет заднего центрального подлокотника, который, опять-таки, вы встретите практически в каждой машине, а уж тем более в Мерседесе дороже 50 тысяч долларов. Но все же, здесь все-таки есть заднее центральное место, тут сзади три сидения, это скамья, но заднему центральному пассажиру, похоже, будет невероятно неудобно. Заднее центральное сидение не только невероятно маленькое и узкое, но его ноги окажутся на центральном тоннеле вот здесь, там некуда их убрать, и вам придется его оседлать. Сидеть в центре сзади этой машины это не место, в котором вы захотели бы провести время. И, кстати говоря, вы, вероятно, заметили необычный коврик на полу этой машины, это не какой-то новый напольный коврик Мерседес Бенц, а то, что решил сюда поставить владелец машины, который сдает ее в аренду. Полагаю, чтобы пул наверняка остался чистым. Он немного излишний, если спросить меня, но, опять-таки, некоторые люди из тех, что арендуют эти машины, похоже, не сильно о них заботятся, так что никогда нельзя быть чересчур осторожным. Итак, это были фишки и особенности, или, скорее, отсутствие особенностей Мерседес АМГ ЦЛА45. А теперь пора выкатить его на дорогу и выяснить, как он едет. Если вас интересуют российские ценники на такой же Мерседес, как в этом видео, обязательно кликайте по ссылке в записании, чтобы посетить Автору. Ладно, веду ЦЛА45. Пара вещей, которые, как я думаю, стоит упомянуть сразу же. Во-первых, в правильных обстоятельствах, в правильный день, на правильной дороге и в правильном режиме, это одна из лучших машин в продаже. И я серьезно. Если вы переключите эту машину в спортивный режим, а потом приезжаете на очень хорошую извилистую дорогу, и вы работаете этими лепестками, и трансмития переключается очень быстро, эта тачка такая фантастическая. На уровне, на котором никакая другая машина в этом сегменте не находится. Это просто полный восторг. Закидывать эту тачку, мне кажется, она управляется чуточку лучше, чем RS3 на пределе. Мне нравится звук выхлопа, который, я думаю, на удивление мощный. Он практически напомнил мне 500 абарт, когда вы действительно закидываете эту тачку в повороты и действительно на ней втапливаете. Действительно на ней валите. Я честно говорю, это как немецкий Lancer Revolution. Он правда таким ощущается? Я честно говорю, проблемы начинаются в 99% случаев при нормальном, обычном повседневном вождении. А именно, проблемы такие. Первое. Отзывчивость в педали газа. Я читаю немного автообзоров, потому что не хочу, чтобы они влияли на мое мнение, так что не знаю, говорил ли кто-то еще об этом. Но я нахожу это огромным недостатком этой машины. В ней невозможно плавно поехать со светофора. Если вы втопите, она дергается вперед. Если вы жмете просто по чуть-чуть, то ничего не происходит, пока вы не дожмете газ где-то до половины, а потом она дергается вперед. Это одна из самых наименее плавных ситуаций с отзывчивостью педалей газа, что я ощущал в какой-либо машине. Но другая проблема с этой машиной – это плавность хода. Я признаю, что рулежка и управляемость в этой машине абсолютно фантастические. Даже в комфортном режиме. Мерседес проделали отличную работу, чтобы заставить эту машину казаться такой проворной, такой прикольной и такой простой для маневрирования и делания всего, чего вы хотите. Она, правда, дает великолепные ощущения. Но отличная управляемость и отличная рулежка в этой машине бесспорно были достигнуты в ущерб плавности хода. И мне на самом деле сложно водить эту машину просто так. Тебя просто избивает. Я имею в виду, на большинстве обычных дорог еще нормально, терпимо, а вот когда выезжаешь на кочке, это просто ох. Я, правда, больше не хочу находиться в этой тачке. Это настоящее испытание. Но потом ты втапливаешь в нормальных условиях, и она просто такая хорошая. И у педали газа моментальный отклик, когда вы разгоняетесь со средних оборотов. Рулежка и управляемость очень острые. Опять-таки, на проселочных дорогах это шокирующе хорошая машина. Лучше, чем я вообще мог ожидать. Очень-очень хорошая. Но для 99% того вождения, которое вы совершаете для езды по делам, когда вы водите по обычному, это педаль газа, это плавность хода, материалы, функции. На мой взгляд, он, правда, начинает становиться утомительным и хлопотным, и раздражающим. Итак, это Мерседес АМГ ЦЛА45. Мне нравятся машины с такими ходовыми характеристиками, с такими расценками и с такими габаритами. Они напоминают мне старую Ауди А4, которая у меня была в колледже. Перед тем, как А4 стала большой, распухшей и люксовой. И мне нравится, что этот сегмент существует. Это люксовые заряженные машины начального уровня, но ЦЛА45 уже устарел, и это видно. Ауди РС3 бесспорно заслуживает цены выше, чем у этой машины, как и БМВ М2, если вы сможете обойтись всего двумя дверьми. ЦЛА45 был замечательным, когда вышел, но этот сегмент развивался стремительно, и эта машина теперь превзойдена всеми своими конкурентами. А теперь пора оценить ее по шкале ДАГа. Начиная с выходных категорий и стайлинга, ЦЛА45 выглядит хорошо, невеликолепно, как настоящая спортивная машина, но хорошо, учитывая его габариты и ограничения в практичности, и он получает 6 из 10. Ускорение и разгон с нуля до сотни за 4,6 секунды, и он зарабатывает 6 из 10. Управляемость острая для такой машины, и он получает 6 из 10. Фактор веселья довольно высокий, учитывая, как захватывающий, понабаливать на этой машине в правильных условиях, и он получает 7 из 10. А вот фактор крутости всего лишь нормальный, и трудно сделать вашу базовую модель крутой, даже если вы сделаете заряженную версию, и он получает 5 из 10, доводя выходную оценку до 30 из 50. Далее, повседневные категории функций, и помните, я всегда оцениваю непосредственно ту машину, которую водил ЦЛА45, который я обозревал, был так слабо оснащен, что это было просто смешно, и он получает 5 из 10, что ниже чего-либо еще в этом сегменте. Комфорт был также слабый, учитывая жесткую езду, и он получает 5 из 10. Качество достойное, интерьер, смесь из хорошего и плохого, но в целом, похоже, все собрано хорошо, он получает 7 из 10. Практичное среднее для машины, как эта, он получает 5 из 10. Наконец, стоимость у этой машины, ужатая стоимость, учитывая ее оснащенность, но не такая ужасная, учитывая ее ходовые характеристики и цены ее конкурентов. Все равно она отстает от этих конкурентов с оценкой по стоимости 6 из 10, что доводит ее повседневную оценку до 28 из 50. Складываем и вместе оценка по шкале ДАГа 58 из 100, что помещает ее на одно своего сегмента. Это справедливо, так как это также самая старая машина в этом сегменте, и рано или поздно должен выйти подверг же середизайну ЦЛА. Возможно, главный сюрприз, что у него более низкая оценка по повседневным категориям, чем у BMW M2 Competition. Но это логично, BMW M2 Competition больше технологии, гораздо лучше соотношение цена-качество и, на удивление, небольшие уступки в практичности, учитывая маленькие задние сидения ЦЛА. Перевод и озвучка от студии Exosfera.